Еще за полчаса до начала и без того раннего заседания на улице у здания уже легкое оживление. Руководители унитарных предприятий и департаментов знают, сегодня отчет нужно держать перед мэром. Позже у входа появляется сама Елена Проценко. При этом градус выяснения грядущих тем самый высокий. Это ясно по заданной тональности уже в самом начале деловой беседы. Глава администрации просит подопечных убрать телефоны. Дисциплина номер один. Мы встречаемся на оперативно-хозяйственных совещаниях для того, чтобы обсудить жизнедеятельность городского округа, а не почитать социальные сети. Буду вернуться. Слово берут руководители департаментов ДГХ, отчитываются о промежуточной победе над проблемой, когда-то оказавшейся почти неразрешимой в своевременном вывозе мусора. Силами МУП «Каград» за прошедшую неделю вывезено 26,5 тысяч метров кубических твердых коммунальных отходов. Ежедневно на маршрут по вывозу такого выходит 22 единицы техники в две смены. В период с 17 по 21,07 ликвидировано 133 стихийных навала. Но чтобы в городе стало чисто в полном смысле, все же необходимо больше рук. Теперь регулярная практика в Симферополе городские субботники. За их ходом Елена Проценко будет следить лично в выходной, организовывая объезды на автомобиле. На эту субботу не планировали. Планируем пока что раз в месяц, на начало следующего месяца. Отработайте, пожалуйста, с Министерством экологии стихийные навалы. У них есть сведения, где они располагаются. Они подают эти сведения Министерству экономики. Одна из двух проблем России, по мнению классика, дороги также все меньше больно бьет по Крыму. Новые и гладкие участки осталось красиво оформить. Водители ждут разметку. Также состоялся торг уже по нанесению разметки. До 2 августа отработана ситуация по закрытию всех наших проблемных вопросов по разметке города. Но ранее было оговорено о том, что пластик будет на улице Гагарина и кольца. В современном городе все должно быть современным, даже если от этого незначительно пострадает казна. В городадминистрации Симферополя не принимают скоропалительных решений, думая на перспективу. Если новая разметка, то только износа стойкая. И мы должны идти по пути пластика. Даже если это удорожание, но это на дольше. И это эстетично не смотрится. Поэтому давайте рассматривать ситуацию нанесения пластика. И все же, несмотря на внешнюю строгость атмосферы деловой встречи Проценко с подчиненными, после долгой разлуки выполнять полученное задание чиновники отправили с улыбками на лицах. Мотивирует напутствие от погрузившейся в дела леди мэра. Поэтому я вам желаю доброго дня, конечно, хорошего настроения и крепкого здоровья. Всего доброго. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков. Луба новостей и ТВ.